МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. В студии работает Гульна Ужакин. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. В День столицы в Караганде поздравили соратников главы государства. Почетные гости и Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов посетили праздничный концерт на набережной Центрального парка. Ответь на все вопросы выигра билет на Экспо. Третий год в Центральном парке Караганды реализуется проект Юрта Лайв. Волейбольному клубу Караганда вынесен приговор. Если на третьих торгах не найдется покупатель, спортивный клуб будет ликвидирован. В Караганде продолжается приватизация государственных объектов. В день рождения столицы глава региона Ерлан Кушанов встретился с соратниками президента и первостроителями Астаны. Для почетных гостей провели экскурсию в Государственном техническом университете, где продемонстрировали учебное оборудование, на котором занимался глава государства Нурсултан Азарбаев. Нурсултан Азарбаев учился в Политехническом институте три года с 1962 по 1965 годы. До его перевода в завод ТВТУС, в который он получил диплом инженера металлурга. Сейчас Политех называется техническим университетом. Коллектив в ВОЗом бережно хранит приборы, на которых обучался глава государства. Соратники Ельбасы и Ерлан Кушанов посетили выставку инновационных проектов университета, инновационные обучающие центры, музей первого президента университета и инновационную лабораторию имени первого президента. В завершение экскурсии всем гостям Акимобласти торжественно вручил благодарственные письма. Также им были вручены билеты на международную выставку Экспо. Асель Сазамбаева, Жак Султан Бурта, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. После ознакомительной экскурсии в Карагандинском политехническом университете соратники Ельбасы и Акимобласти Ерлан Кушанов посетили торжественный концерт на главной набережной в Центральном парке города. В течение дня горожан радовали песнями и танцами, национальными состязаниями и разнообразными флешмобами. Перед началом торжественного поздравления нам удалось побеседовать с почетным гражданином города Тимиртау и соратницей президента Ниной Вахитовой. Женщина поделилась своими воспоминаниями. Это человек, который хорошо знает людей. Он дипломатичен, он умеет найти подход к любому человеку, умеет уладить любой спор. Нурсултан Абишевич – человек сегодняшнего дня, сказала она. Мы стремлены, сфера в людей. Надо просматривать будущее. Вот эти качества сейчас проявляются в нем очень-очень тщательно. Уже на посту нашего президента мы же видим, что он знает, и обстановку знает, и с людьми знаком, и с людьми работает много. Ну, мало что работает у нас. А мы же сейчас, благодаря вот его непосильному труду, мы имеем такую прекрасную столицу, который является не только столицей нашего Казахстана, но и одним из главных городов мира. Поздравил жителей шахтерской столицы и глава региона Ерлан Кошанов. В своей поздравительной речи он отметил, что для каждого из нас Астана неразрывно связана с именем Нурсултана Абишевича. Самый значительный вклад в успех молодой столицы, безусловно, внес глава государства. Для каждого из нас Астана неразрывно связана с именем Нурсултана Абишевича. Самый значительный вклад в успех молодой столицы внес, безусловно, глава государства. Я также с гордостью говорю сегодня о вкладе карагандинцев в строительство молодой столицы. И даже символ Астаны Байтирек был возведен карагандинскими специалистами. Для истории 20 лет это всего лишь миг. Но впечатляет тот путь, который проделала за это время Астана. Маленький провинциальный город превратился вдруг в одну из красивейших столиц мира. Как сказал президент, облик Астаны – это облик нации. После торжественной части продолжились народные гуляния. Для горожан выступили местные творческие коллективы, а также звезды казахстанской эстрады. Асель Сазамбаева, Жакслы Кнурта, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В день рождения Астаны в Караганде прошла народная викторина в общественном транспорте. Две группы волонтеров на протяжении дня заходили в любой автобус и задавали познавательные вопросы горожанам. Главная тема викторины – Экспо-2017. А главными призами стали билеты на международную выставку. Мы предлагаем вам ответить на 10 вопросов, посвященных тематике Экспо, и можно выиграть билет на выставку. Волонтеры из Молодежного ресурсного центра города организовали необычную викторину. Игроком мог стать любой пассажир общественного транспорта в городе. Вопросов было много, а правильный ответ всего один. Вопросы не сложные. Мы сегодня хотим дать как можно большему количеству людей возможность побывать на выставке в Астане. И тем самым поздравить жителей нашего города с наступающим праздником, с наступившим праздником и с таким великим событием в нашей стране, как выставка Экспо. Каждый вопрос был сложен по-своему, но жители шахтерской столицы справились с заданиями на отлично. Главные призы – это билеты на международную выставку Экспо. Горожане остались довольны, а волонтеры, в свою очередь, пообещали, что постараются подобные мероприятия проводить чаще. В честь Дня рождения столицы в Центральном парке Караганды для горожан устроили настоящий праздник. Молодежно-ресурсный центр по традиции представил проект Юрта Лайф. В этом году мероприятие решили посвятить международной выставке Экспо, которая в эти дни проходит в Астане. Проект Юрта Лайф в Караганде проводится третий год подряд. И каждый раз организаторы придумывают что-то новое. В этот раз главной темой стала международная выставка Экспо. С помощью интерактивной викторины любой желающий мог выиграть билет на выставку. В каждой стойке у нас зашифрованы через QR-коды информация, контент, тематика у нас Экспо-2017. И любой желающий может просканировать и получить информацию. И в конце, по окончанию именно ознакомления с каждой стойкой, он может пройти тест. И ответить на 10 вопросов и на все угаданные правильные ответы мы даем билет на Экспо-2017. Помимо викторины, организаторы приготовили массу других развлечений. Это и качели Алтыбакан, и национальная игра Асак, а также непосредственно сама юрта, в которой горожане могли ознакомиться с бытом кочевников. Как уже было сказано, проект Юрта Лайф существует третий год. Организаторы ставят перед собой главные цели. Это формирование единства, согласия и толерантности, а также пропаганда межэтнического согласия и историко-культурного наследия казахского народа. Торговая сеть «Скиф» в Караганде поздравляет всех с Днем столицы. В честь праздника наши акционные предложения с 3 по 16 июля. Лимонад «Фанки» в ассортименте 1 литр 81 тенге. Масло подсолнечное «Аскан» 1 литр 319 тенге. Изодорант «Нивея Мэн» 150 мл 439 тенге. Стиральный порошок «Тайт» 9 килограмм 3199 тенге. «Скиф» просто сравнить цены. В рамках реализации проекта, предложенным главой государства Тулан-Жир в поселке Корнеевка, построили парк в честь Батыра-Керней. На строительство было потрачено свыше 800 тысяч тенге. Открытие состоялось в день рождения столицы. В Бухар-Жирауском районе в сельском округе Керней открыли парк именем Батыра-Керней. Такое мероприятие состоялось при поддержке благотворительного фонда «Керней-Баба» совместно с предпринимателем Уланом Абдихановым. На строительство было потрачено свыше 800 тысяч тенге. На торжественном открытии местные жители показали концертные номера. Мы предложили Акимату поселка Керней построить парк. Такое мероприятие мы делаем в рамках реализации проекта Тулан-Жир. Мы надеемся, что это понравится местным жителям. И в дальнейшем они будут ухаживать за парком. Лидия Ивановна родилась и выросла в селе Корнеевка. Нынешнее название – Керней. Открытие парка для жителей поселка – важное событие. Ведь это все останется будущему поколению, призналась женщина. Ну и сегодняшнему празднику мы очень рады. Особенно хочется большой благодарность сказать представителям рода Керней, которые спонсировали нам вот этот праздник. И мы сумели разбить парк на площади памяти, где построен обелиск нашим дедам, прадедам, которые отстояли нашу землю. После торжественной части мероприятия жителями поселка были посажены более 160 берез. Также в дальнейшем планируется посадить сосны, признались организаторы. Мирамгуль Салкимбаева, Ажара Гибаева, Андрей Тимофеев, Первый Каргандинский. Еще в 2014 году в рамках второй волны приватизации Акимат Карагандинской области выставил на продажу ряд спортивных клубов. Среди них волейбольный клуб Караганда. В областном управлении физической культуры и спорта провели пресс-конференцию, на которой рассказали об итогах передачи клуба в частные руки. Итоги приватизации волейбольного клуба Караганда таковы. Дважды уже прошли торги, но желающих купить клуб так и не нашлось. Это несмотря на то, что начальная стоимость снижена в 10 раз. Если три года назад за волейбольный клуб государство просило более 20,5 миллионов тенге, то сегодня после неудавшихся торгов это чуть более 2 миллионов 400 тысяч. В областном управлении физкультуры и спорта признались, что на волейбольном клубе заработать не удастся. И предприниматели это понимают. Поэтому и не торопятся покупать клуб. Конечно, что можно сразу, на чем заработать. Ну, это можно, наверное, сказать, мне кажется, это неправильно, потому что, в первую очередь, покупатель должен быть заинтересован. Да, есть он большинство, зачастую люди, они не то, чтобы занимать спортом, да, так или иначе в школе, там, я не знаю, высших учреждений за день. Поэтому, а если покупатель возьмет, то обычно это человек, который, по крайней мере, дружится спортом. Ну, соответственно, какую-то очень стилю, да, а не, потому что на спорте сейчас у нас мало заработок. Волейбольный клуб «Караганда» был создан 8 лет назад. За это время подготовлено 12 мастеров спорта. Завоеваны многочисленные награды. Многие игроки клуба входят в национальные сборные команды. Ну, что все же я считаю, что, если мы, значит, так, где-то там 100-150 человек, девочек, выбегли к спорту, да, они, кстати, не оказались на улице. Значит, клуб – одну из задач, скажем так, можно сказать, выгонить. Торги проводились дважды. Они признаны несостоявшимися, поскольку на этот лот не было ни одного покупателя. У волейбольного клуба есть последний шанс остаться в спортивной жизни страны. Если же и в третий раз покупатель не найдется, то его постигнет участь мини-футбольного клуба «Тулпар». А именно – ликвидация. Андрей Тенжак, Слык-Нурта и Андрей Тимофеев. Первый – Карагандинский. Со счетом 1-0 Карагандинский футбольный клуб «Шахтер» уступил на выезде шимкенскому Ордовасы. Стоит отметить, что встреча могла завершиться ничьей. Однако судья отменил взятие ворот хозяев поля. Первый тайм прошел спокойно. По всей видимости, на такой темп игры повлияла жаркая погода. На момент начала матча термометр показывал плюс 40 градусов. Долгое время команды присматривались друг к другу и прощупывали оборону соперника. Второй тайм команды начали более активно. Горняки сразу же заработали стандарт. Пробил по традиции Марк Астанаевич, однако вратарь Ордовасы сумел завладеть мячом. В середине второй половины матча хозяевам поля удалось отправить мяч в сетку ворот «Шахтера». Но линейный судья зафиксировал положение вне игры. На 74-й минуте Ордовасы все же удалось забить гол. Ударом с линии штрафной ворота Горняков поразил Срджан Вуяклия. Под занавес игры Михаил Габышев после навеса со штрафного заколотил мяч в сетку ворот шимкенцев. Но судья отменил этот гол. 1-0 в пользу Ордовасы. Комментируя результаты игры, наставник «Шахтера» Саулес Шермялис поблагодарил команду за самоотдачу. Главный тренер отметил, что играть в 40-градусную жару – это большой риск для здоровья. Тем не менее, никто не уходил от борьбы. Очередной матч «Шахтер» проведет у себя дома. 15 июля горняки будут принимать футболистов как шитаусского Агжитпеса. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Каргандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Саул Волгстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин